Как лишний вес влияет на эрекцию, на потенцию мужчины? Если у вас во время занятий в сексе появилась отдышка, если вы не можете совершить половахт, если при этом у вас имеется лишний вес, друзья, обязательно досмотрите это видео до конца. С вами я, Михаил Крештопов, мы на канале МедПлюс. Жмите на колокольчик, подписывайтесь. Друзья, почему же мужчины все чаще набирают лишний вес? С чем это связано? С тестостероном, с питанием, с алкоголем, с физической активностью? Какие факторы? Почему мужчины становятся полнее и толще? Ну, прежде всего, одним из основных факторов, почему популяция мужчин, особенно в успешных странах, начинает набирать лишний вес, связано с определенным изменением в продуктах питания, связано с тем, что продукты питания стали более энергетически доступны, и это связано с тем, что продукты питания, сама пища, которую человек употребляет, это продукты достаточно быстрого приготовления, более тщательной обработки. Все эти продукты, они увеличивают количество энергии, которое организм мужчины получает, при этом он не может потратить эту энергию, что неизбежно приводит к увеличению лишнего веса. Чем грозит ожирение для мужчины? Тут надо сказать о тех рисках, которые чаще всего, в принципе, возникают с мужчиной. Номер один, риск – это сердечно-сосудистые заболевания. Как правило, к ним мужчина приходит на фоне снижения уровня тестостерона и увеличения уровня, так называемого, плохого холестерина, увеличения липидов. Более повышенное питание, более полный мужчина быстрее приходит к этой проблеме, и такое заболевание, как ишемическая болезнь сердца, может существенно ухудшить его жизнь, ну или сократить продолжительность жизни. Следующим моментом является функция предстательной железы, которая тоже зависит от уровня тестостерона, от уровня активности андрогенов, от того, какие гормоны у мужчины преобладают. Предстательная железа – это второе место, которое может ухудшить и сократить продолжительность жизни мужчины, поэтому полные мужчины, к сожалению, в первую очередь попадают в эту категорию. Друзья, а есть ли у вас лишний вес? Сталкивались ли вы с этой проблемой? Не стесняйтесь, делитесь в комментариях, мы обязательно совместно с вами обсудим. Как же лишний вес повлияет на гормоны мужчины? Дело в том, что когда имеется лишний вес, когда у мужчины появляется определенное, ненужное, назовем так, количество жира, то в жировой клетчатке вырабатываются женские половые гормоны, эстрогены, которые начинают угнетающе действовать на андрогены мужчины. Если сказать простым языком, чтобы вам было понятно, количество мужских гормонов у мужчины начинает снижаться, количество женских гормонов у мужчины начинает расти. Ряд гормонов, которые очень важны для мужчины, тоже меняют свой уровень, свою активность, такие как пролоктин, такие как эстрогены. И, по сути, мужчине сложнее контролировать вес, сложнее жить половой жизнью, и это, к сожалению, потом неизбежно приводит к серьезным проблемам в своем здоровье. Почему же у мужчин с лишним весом снижается либидо, снижается сексуальное желание? Фактор первый связан с тем, что у мужчины с лишним весом снижается уровень тестостерона, который сам по себе усиливает либидо и половое желание. А фактор второй связан с тем, что у мужчины с лишним весом появляются другие гормоны. Это женские половые гормоны, это меняется уровень кортизола крови, пролоктина, начинает хуже расти волосы. Один из признаков на лице. Мужчина, его фигура несколько изменяется, скажем, бедра увеличиваются, плечи становятся меньше. И это приводит к тому, что половая его активность становится, по сути, маловероятна, потому что кровоснабжение кавердозных тел и полового члена снижается, предстательность железа увеличивается. И, к сожалению, это может привести потом к более грозным проблемам, которые могут ухудшить, в принципе, продолжительность жизни мужчины. На что в половой активности мужчины прежде всего повлияет ожирение? На продолжительность полового акта или на эякуляцию, на продолжительность на эрекцию, ну, что самое основное. Ну, друзья, в первую очередь ожирение приведет к тому, что снизится уровень тестостерона. Уровень тестостерона приведет к тому, что просто уменьшится или пропадет желание, в принципе, иметь половую активность. Кроме этого, в связи с тем, что пропадут регулярные эрекции, начнет уменьшаться в размерах половой член. И у очень полного мужчин это может привести, в принципе, практически к потере органа, к уменьшению размеров полового члена до нефункциональной, когда длина полового члена не позволит ему ввести половую активность. Друзья, что же делать, если потенция нарушена, вес высокий? Как быть? Смотрите, дорожная карта очень проста. Мужчине сложно справиться, когда он имеет серьезный лишний вес, и у него уже нарушена потенция самостоятельно. Просто начать морить себя голодом вы не сумеете добиться решения проблемы. Дело в том, что для этой цели необходимы специалисты, которые вам помогут на этом пути. Прежде всего, это помощь диетолога, который вам поможет сбалансировать полученную энергию и энергию, которую вы расходуете. Вам необходим будет врач, уролог, андролог, который вам поможет разобраться и откорректировать функцию предстательной железы, коверной захотелополого члена. И необходимо будет поработать, скорее всего, и с эндокринологом, потому что необходимо привести уровень гормонов в норму. Можно ли вернуть потенцию, эрекцию самостоятельно при лишнем весе и ожирении? Друзья, ну, есть очень много лекарственных препаратов, которые мужчины принимают при лишнем весе с попыткой помочь себе. Эти препараты могут работать какое-то короткое время. Например, те препараты, которые улучшают эректильную функцию, ну, скажем, такие как Виагра, Левитра и другие препараты из группы препаратов, которые влияют на артериальный приток и меняют артериальный отток. Но дело в том, что не повлияв на активность тестостерона, прием препаратов сосудистых может быть очень бессмысленным, потому что вам просто будет не хотеться заниматься сексом. Поэтому самостоятельный прием препаратов, таких как там тестостерона или там установка каких-то пилет в ягодницу без контроля и мониторинга врачом практически невозможно. Не занимайтесь самолечением, обращайтесь к специалистам. В итоге хотелось бы вам сказать, что ожирение и мужчина это вещи несовместимые. Если мы говорим о мужчине, то прежде всего это сексуальная активность, физическая мощь, стремление изменить мир. И мужчине с ожирением это сделать сложно и практически невозможно. Поэтому давайте будем здоровы, давайте будем совместно решать эту проблему. С вами я, Михаил Крештопа. Мы на канале Медплюс. До новых встреч. Не забывайте нажимать на колокольчик, ставьте лайки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова